сегодня мы будем готовить свиные ребрышки на вопрос что может быть лучше куска приготовленного мяса ответ 2 куска такого мяса сегодня мы возьмем вот такие ребрышки они слегка вот здесь немного жира очень много на них мяса вы видите и они очень легко будут потом отделяться я уже помогла этот кусок мяса и сейчас я подготовлю специи возьму вот такие смесь перцев здесь разные перцы возьму немного приправы для свинины и соли все это перемешаю помимо этого возьму головку чеснока я решила взять молодой чеснок с огорода вот такой вот я его нарезала для того чтобы потом шпиговать мясо но кусок мяса вы видите он достаточно большой и неудобно будет в емкость его помещать поэтому я этот кусок возьму разделю на две половины вот такие вот получились у меня две половинки и теперь можно их шпиговать уже чесноком для этого я в мясной части там где побольше мяса делаю острым ножом вот такие вот надрезы углубления и туда помещаю чеснок и так вот по всему кусочку одному и другому распределяю чесночок мясо на шпиговали мы и теперь подготовленной смесью соль смесь перцев и приправа для свинины я натру со всех сторон хорошо эти два кусочка после натирания нужно уложить в емкость накрыть и поместить в холодильник или в прохладное место где-то на полтора два часа будет идти сухое маринование ну вот один кусочек готов я его помещаю в емкость подготавливаю второй кусочек мясо отправляю мариноваться повторяю на полтора два часа в прохладное место прошло полтора часа я достала мясо оно промариновалось и сейчас необходимо будет мне сверху немного покрыть растительным маслом с тем чтобы образовалась на мясе жировая пленка и это будет способствовать поджариванию при запекании в духовке поочередно мясо я размещаю в предварительно помазанным растительным маслом противень и вот так вот понемногу тоже вокруг этот кусочек мяса я смазываю растительным маслом после чего беру другой кусочек вниз я кладу ребрышками с тем чтобы основное мясо мякоть были сверху добавляю растительного масла и смазываю второй кусочек тоже и теперь можно отправлять в духовку которую я предварительно разогрела до 220 градусов когда слегка мясо подрумянится я немного сделаю меньше огонь здесь снижу температуру на подгарнировку я позже подложу к мясу картофель я предварительно его почистила помыла порезала вот на такие вот дольки для картофеля я подготовила смесь соли с итальянскими вот такими вот травами и теперь я все это перемешаю с картофелем и потом буду размещать на противень где-то через час после того как мясо будет стоять в духовке с тем чтобы еще где-то минут 30-40 оно постояло с картофелем за это время картофель успеет приготовиться вот такая смесь получилась я все это добавляю к картофелю и перемешиваю среди этих трав присутствуют базилик орегано или душица чабер тимьян майоран и розмарин я перечислила с тем что если у вас нет такого ссора можете просто подобавлять вот такие травы которые придадут аромат нашей карту нашему картофелю уже в готовом виде вот так вот я перемешала она немного постоит я добавлю потом еще немного растительного масла для создания я уже говорила жировой оболочки картофель постоял минут 20 уже я добавляю вот где-то с десертную ложку растительного масла и все это опять перемешиваю картофель стоит ожидает своей очереди для помещения в духовку прошел час нахождения мяса в духовке она подрумянилась уже достаточно неплохо и теперь сюда я буду выкладывать картофель вокруг мяса мясо дало жирок и этим жирком в течение нахождения мяса в духовке поливала мясо сверху еще мясо уже подтушилась но еще не до полной готовности поэтому еще минут 30 как раз и мясо будет у нас готов картофель выложим и отправляю опять в духовку пока картофель подрумянится прошел 1 час 40 минут я вынула наше блюдо оно уже готово можно нарезать мясо и раскладывать порционно в тарелке ужин готов приятного аппетита до новых встреч на нашем канале пока пока